Здравствуйте! В эфире специальный выпуск в студии Нигер Рахманова. Обсуждаем Давосский форум. В швейцарском Давосе продолжает работу площадка Всемирного экономического форума. В ходе опроса его участники указали главные риски это инфляция, макроэкономическая нестабильность и геополитические конфликты. Экономическую составляющую форума мы обсудим с нашими гостями, которые с нами на связи. Итак, приветствую профессора экономики в Лондонском университете Брунелли Нигерго Шемзаде, а также экономиста Максата Халыга. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос, если позволите, начну как раз с традиционной энергетики, поскольку это неотъемлемая часть дискуссий в Давосе, да и в целом сейчас в мировой повестке. В интервью к китайскому телеканалу президент Азербайджан Аль-Хамалиев отметил, что два года назад завершилось строительство Южного газового коридора. И ранее глава государства говорил, что в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа до 22 миллиардов 300 миллионов кубометров, а поставки в Европу составили 11 миллиардов 400 миллионов кубометров. Как в дальнейшем будет развиваться ситуация вокруг энергокризиса и чем Азербайджан может помочь в обеспечении энергобезопасности Европы? Хочу начать с Нигярханом. Спасибо за приглашение. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что на 2023 год проблема с энергетическим кризисом в общем и целом решена в Европе, но очень большая неопределенность это на следующий год, потому что в течение весны и лета 2022 года Европа продолжала закупать газ из России и заполнять свое хранилище. То есть большой вопрос теперь, откуда Европа будет брать газ весной и летом 2023, в этом году, чтобы заполнить хранилище на следующий год. Ситуация, возможно, облегчится в 2024 году и далее, в 2025 году, потому что будет поступать, есть проект, будет поступать жиженый природный газ из других регионов, в том числе, в большей части из Соединенных Штатов, но и из других регионов тоже. То есть что будет делать Европа в этом промежутке? Вот именно здесь особая роль будет принадлежать Азербайджану и другим странам, которые, может быть, в глобальном масштабе не самые главные игроки на рынке природного газа. То есть Азербайджан, конечно, внесет свой вклад, но Азербайджан полностью решит проблему с посадкой газа в Европу не сможет, чисто по физической причине, по причине объемов, которые недостаточно для того, чтобы встретить все нужды Европы. Возможно, там будет участие других стран, Туркменистана, Казахстана, но там вопрос стоит о создании инфраструктуры, которая в настоящее время пока еще не отвечает требованиям, чтобы обеспечить все объемы. Господин Халык, какие у вас мысли на этот счет? Я полностью поддерживаю коллегу. Честно, вот на самом деле сейчас Европа выходит, получается, зимой все нормально, но действительно у них на следующий год, получается, огромные проблемы, как можно будет дополнительные пути найти нефть и газа, который заменит российскую. Вот в этом плане сейчас Казахстан и сама Германия тоже выходила Казахстану с предложением дополнить нефть и газу, где освобождается место от российской. Но этот вариант тоже как бы сейчас сильно решается. Это зависит от транзита, как мы построим инфраструктуру Азербайджан, дальше Европу, дополнительных транзитных маршрутов. Это, конечно, не быстро решается, но я думаю, получается год-два этот вопрос тоже будет решен, потому что есть очень много сейчас глава государства наших стран договариваются о разных маршрутах, где можно построить еще дополнительный транзит Европе. Вот, целостно можно так сказать. Ну, насчет конфликта Украины-России, она действительно не только в энергетическом плане влияет, но и сейчас огромная вот инфляция, получается, в прошлом году, которую было в мире и в Америке, в Европе, она вот связана именно с энергетическими последствиями. То есть сейчас не только инфляция, она и сейчас вот в давосовском форуме тоже многие эксперты говорят, это кризис стоимости жизни. То есть сейчас многие товары подорожают от этого. Вот новые есть риски в этом году, который стоит в задаче, которые весь мир должен обдуматься и принять нужные решения. В своем вчерашнем выступлении канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил о том, что удалось полностью избавиться от поставок российского газа, российской нефти, российского угля и удалось выйти на новых партнеров. В их числе он перечислил Азию, Африку, Америку. И если его цитировать, он сказал, таким образом наша зависимость уменьшилась. И уже пошли разговоры о водороде. И здесь, если опять его цитировать, менее чем за 7 месяцев мы построили совершенно новую инфраструктуру импорта СПГ. В будущем его можно использовать и для получения водорода. Ниярханом, если помните, мы недавно обсуждали развитие водородной энергетики. Какие перспективы открываются в этом направлении? В разных секторах, конечно, разные. Есть секторы, где заменить природный газ водородом физически невозможно, потому что природный газ используется как сырье. В секторах, где газ используется как источник энергии, там какие-то продвижения уже есть. Но это все еще далеко от промышленных масштабов. В основном в экспериментальных масштабах. Например, самое успешное направление это большегрузные машины, которые используют водородные топливные единицы. Они называются fuel cells. То есть это как батарея, но она работает на водороде. И, например, в Америке даже есть уже заправочные станции, где эти машины, которые есть на водороде, их можно заправлять и так далее. Но это далеко не везде. Там, где, например, используется природный газ как топливо, сейчас переходит на смесь. Но даже в этой смеси 95% природного газа и 5% водорода, и это диктуется условиями техники безопасности. То есть это не только взрывоопасность и так далее, а то, о чем мы тоже говорили. Материалы, из которых делают трубы традиционные, они для водорода слишком пористые. И водород, он очень легко утекает в эти поры. То есть там большие потери могут быть, если использовать ту инфраструктуру и оборудование, которое существует сейчас, приспособлено для природного газа. То есть у разных государств разные программы, например, в Великобритании программа до 2050 года разрабатывается стратегия. Мы видим, что это довольно долгосрочная программа, главным образом из-за того, что и уровня технологии недостаточно, и существующая инфраструктура, и оборудование. Пока еще не переключилась на эту новую технологию, и это какое-то время занет. Но, в принципе, это, опять-таки, это не единственная альтернатива природному газу, потому что энергию можно получать из других ресурсов, солнечная энергия, ветеринарная энергия. То есть насколько водород будет конкурентоспособным, это зависит от того, как будут развиваться технологии. Да, и в прошлом эфире вы как раз тоже отметили, что все равно необходимо адаптировать ту инфраструктуру, которая у нас имеется на данный момент. И хорошо подчеркнули и перечислили виды водорода, очень подробно рассказали об этом. Господин Халак, мой следующий вопрос будет адресован к вам. Говоря о теме зеленой энергетики, в нем ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал бизнеса лидеров принимать серьезные меры для достижения нулевого уровня выбросов. Как это можно сделать, и как, к примеру, наш регион работает над этой задачей? Хороший вопрос. Если так посмотреть, в основном поднимаются вопросы атомной электростанции. В Казахстане, в частности, тоже сейчас уже планируют построить атомную электростанцию. Но есть и возражение, конечно, гражданская позиция, где говорят, что атомной электростанции вообще не надо, нужно развивать зеленую энергетику. На самом деле, я сам тоже привержен того, что лучше, конечно, атомная электростанция тоже заходит в числе зеленую энергетику, но на самом деле можно солнечную энергию побольше развивать и ветреную. В нашем регионе можно на эти два направления сделать хороший акцент. И на самом деле, если посчитать, в будущем будут карбон-налоги. То есть в Казахстане мы очень много углем пользуемся в этом направлении. Но в будущем от угля, который себестоимость тарифов, может и повыситься. Поэтому, конечно, и предлагается солнечная энергетика и ветряные. Если в этом направлении двигаться, то, конечно, мы можем обеспечивать в дальнейшем наш регион в этом направлении. То есть на самом деле год 3-4 назад тариф от зеленой энергетики, от ветра и солнечной было чуть дороже, а сейчас она уже по стоимости тоже спускается. То есть можно в это направление инвестиций направлять побольше. И в будущем, я думаю, в это направление мы можем. И наш регион имеет хорошие предпосылки и все возможные ресурсы развивать именно эти направления. Нигерханум, вы как раз только что отметили, что необязательно сейчас как раз концентрироваться на водороде, когда в принципе можно стимулировать развитие возобновляемой энергетики. Это солнце, вода, гидроэнергия. Какие у вас мысли по поводу того, как можно реализовать ту задачу, которую поставил Генсек ООН? Ну, надо работать во всех этих направлениях одновременно, потому что пока мы находимся только в начале этого пути. Например, в Азербайджане, если говорить о программе нулевых эмиссий, Азербайджан добровольно принял на себя обязательство снизить эмиссии к 2050 году на 40%. И принимая во внимание то, что нефтяная и газовая промышленность в Азербайджане занимает очень большое место, это довольно-таки амбициозная цель, амбициозная в хорошем смысле. Другая часть программы в Азербайджане, как вы прекрасно знаете, это сконцентрировать вот эту цель достижения нулевых эмиссий в регионах, которые освободили от оккупации, потому что с новыми технологиями легче, чем начинать с нуля. То есть, конечно, это большой удар был по экономике Азербайджана, то, что эти районы были практически разрушены за годы оккупации, но это в некотором смысле облегчает переход на новые технологии. То есть, если в этих регионах, и тем более там природные условия способствуют этому, основная доля энергии будет получаться из солнца, ветра, видроэнергия, то за счет этих регионов Азербайджан сможет засечь своей цели снижения эмиссий. То есть, нулевые эмиссии, это означает, что сколько вы выбрасываете там этих парниковых газов, то есть, это не только углекислый газ, это метан, там нитрооксиды, оксиды серы и так далее, столько же надо где-то забирать. То есть, это сложная задача даже для технологически намного более продвинутых стран, и там, где нету большого нефтегазового сектора, как в Азербайджане. Но мне кажется, что вот очень хороший шаг в Азербайджане сделает, то, что сконцентрировать вот нулевые эмиссии именно на регионах, где это быстрее всего можно досичь, просто потому что, к сожалению, там инфраструктура полностью разрушена была за годы оккупации. А в других регионах, где это трудно сделать, сразу такой большой прыжок, там просто сокращать эмиссии путем постепенного перехода на возобновляемые источники энергии. То есть, программа довольно хорошо работает. Насколько я знаю, Bridge Petroleum тоже там работает над каким-то мастер-планом, чтобы это воплотить в Азербайджане. То есть, перспектива нашего региона очень хорошая. Президент Азербайджана сегодня будет выступать на панельной сессии, посвященной теме транскорпийского транспортного маршрута, или по-другому его называют средним коридором. Насколько важно будет привлечение инвестиций со стороны таких ведущих международных финансовых организаций, как Всемирный банк, ЕБРР, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский инвестиционный банк для развития этого маршрута? Господин Халык, вам слово. Спасибо большое за вопрос. На самом деле очень актуально, потому что, если так посмотреть, здесь транскаспийский маршрут, она соединяет китайскую экономику с Европой, получается. Поэтому все международные возможные финансовые институты можно привлекать в это направление. На самом деле, потому что и Европа заинтересована в том, что их товары чтобы достигли до Китая, и Китай тоже очень... Есть спрос на то, что именно сухопутный транзит, который мы планируем создать, очень востребован в будущем. Поэтому интересы везде, со всех сторон есть. И не только Китай, и страны Средней Азии, и Узбекистан, и Туркминстан, наши соседи, и Кыргызстан тоже заинтересованы в этом направлении. Поэтому, я думаю, не только в дальнейшем в качестве инвестиций привлекать международные финансовые институты в этом направлении будет очень актуально. Нигер Ханом, как вы думаете, насколько возможно перекинуть тот груз, который есть на традиционных транспортных маршрутах, на Средний коридор? Ну, я бы сказала, что, да, Средний коридор, он, конечно, уменьшит срок перевозок, и объемы можно увеличить. Но главная роль даже не столько разгрузить имеющиеся альтернативные маршруты, сколько создать маршруты и создать больше возможностей, прежде всего, поскольку это инициатива Китая, для экспорта китайской продукции на Запад. То есть это часть очень большой программы внешнеэкономической политики Китая. И это делалось как раз и с таким расчетом, чтобы создать инфраструктуру через большую массу континента и также по водным путям, потому что это включает всегда и водные пути, именно для расширения производства в Китае, потому что там огромные неиспользованные возможности. И они не использованы, потому что нет выхода на международные рынки достаточного. То есть это все делается с целью, прежде всего, не заменить существующие маршруты, а создать новые маршруты для увеличения экспорта из Китая. И вторая цель, не менее важная, опять-таки, как вы знаете, со странами-участниками этого проекта, называется One Belt, One Road, один пояс, одна дорога, Китай заключает двустороннее соглашение по оплате в китайской валюте. То есть это с целью укрепления позиции китайской валюты на международных финансовых рынках и создания такой основы, чтобы вытеснить американский доллар с международных финансовых операций. То есть я думаю, что как раз-таки с этой точки зрения участие международных финансовых организаций, таких как Семенбанк и так далее, это хорошая подстраховка и хорошая альтернатива, чтобы не предотвратить создание монополии Китая в этом проекте. То есть, конечно, надо смотреть, какие условия этих кредитов. То есть если там и Европейский банк сотрудничества, развития участников, на каких условиях они будут давать эти кредиты. Будут ли обеспечены участие, скажем, азербайджанских, узбекских компаний, туркменских компаний в этих проектах, будут ли создаваться рабочие места, чтобы не было так, что если Китай строит железную дорогу, он приводит всех своих специалистов рабочих. То есть будут ли обучаться местные эксперты, насколько будет использоваться местная экспертиза. И вот насколько это принесет выгоду не только Китаю, а и странам, других странам, которые в этом участвуют. Поэтому я думаю, что участие международных организаций очень важно, но и при этом надо смотреть, на какие условия эти кредиты будут предоставляться, и наибольшую выгоду извлечь из этого именно Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, то есть всем странам, Слиниаде и Азербайджану, которые лежат на пути этих проектов. Также президент Азербайджана в интервью телеканалу China Global Television Network говорил о другом маршруте. Китай инициировал его и уже начал реализацию этого проекта. Это строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот маршрут также направлен в сторону Каспийского моря. Хотелось бы узнать, господин Халак, насколько важен этот отрезок транспортного маршрута? Так, на этот вопрос, честно сказать, надо подумать, насколько... Потому что она будет идти в обрез Казахстана, получается. Поэтому казахстанская сторона не очень будет заинтересована в таком маршруте, если так посмотреть. Поэтому, конечно, надо все усилия сделать того, что Казахстан тоже был задействован в этом проекте. И я еще хотел добавить коллеге насчет того, что Китай может стать монополией в этом регионе. На самом деле, если так посмотреть, есть амбиция Китая. Потому что то, что они сделали юань цифровой валютой, уже идут как блокчейн-технологии. Они претендуют на то, что заменить доллар в будущем именно юань. То, что они создали как альтернативу МВФ у себя азиатские банки. И то, что интересно, западные страны туда сами инвестируют. Это все уже означает, что доллар, она может быть постепенно и уйдет в цены. Ну, насколько это может быть быстро, это лучше время пока. Но в самом Даблсовском форуме был такой вопрос, что конфликт между Китаем и Америкой в этом году может даже и усилиться. То есть, именно конфликт в том плане, что кто может влиять на те или иные страны в этом плане. Вот поэтому, конечно, хорошо было бы, если в этом маршруте, который будет строиться транзитные маршруты, и хорошо было бы, если мы будем привлекать разные финансирования, и в том числе международных финансовых институтов. Тогда, наверное, и разные будут направления, возможности. Потому что, если только Китай будет в этом свои усилия применять, то в конечном итоге, может быть, и он создаст свою монополию. Поэтому, конечно, нужно очень важную внимание на то, что здесь присутствуют и инвестиции Европы, и даже Америки. Ну что ж, будем ожидать того, что действительно число участников этого проекта пополнится, и удастся тем самым расширить пропускную способность маршрута. Спасибо, уважаемые гости, за столь подробные и информативные ответы. Напомню, на связи с нами была Нигерга Шамзада из Англии, профессор экономики в Лондонском университете Брунелля, Максат Халык, экономист из Казахстана. Благодарю вас еще раз. А я напомню, это был специальный выпуск, обсуждали мы Всемирный экономический форум, который проходит в Давосе. Стартовал он 16 января и завершится 20. На этом у меня все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok